сегодня будет банька всем привет вы находитесь на канале овражка life меня зовут наталья я живу в сибири в красноярском крае и по названию моего сегодняшнего ролика наверное уже понятно всем на какую тему я хочу поговорить она веяла мне эта тема небольшое количество хейта которая получила в свой адрес а если вы прочитаете комментарии под видео что куром нельзя здесь особенно на под этом же роликом который находится находится на моем же канале дзен у на дзене есть канал то вы поймете меня то вы поймете о чем я хотела поговорить кроме того недавно видела такой ролик на тему значит женщина в качестве подстилки в выгу куром кидала ботву куча конечно комментариев были такие что ну нельзя да ну как бы мы понимаем и моя тоже первая реакция была ну что я в корне не согласна но женщина это ответила так что что вы переживаете куры же не дуры они прекрасно знают что им можно клевать а что им нельзя и ну как бы это уже как говорится переполнила мою чашу думаю ну как так можно рассуждать человек держит кур и так легкомысленно относится я решила как бы осветить тему в чем куры дуры а в чем куры не дуры надеюсь это видео будет достаточно полезным ну оно основано на знании моем физиологии до куриного организма и на условиях содержания кур решила я зайти в курятник и снимать мое видео про кур среди так скажем героев моего ролика сейчас вот здесь на лесенке присяду и буду снимать что там у меня девочки сегодня нанесли так что там тоже если так тут что то есть и тут что то есть в принципе еще пока не вечер нанесут еще ну и так начнем сначала насчет строения головного мозга у кур масса головного мозга занимает всего три четыре грамма примерно при этом извилины да как мы это понимаем отсутствует соответственно разума вот как мы это понимаем да в нашем общепринятом понятии у кур нет однако у кур хорошо развитые различные как это приспособление для внешних коммуникаций как у них как звуковые сигналы так и поведенческие разные механизмы также в головном мозге у курицы хорошо развиты зрительные центры слуховой тоже центр а вот обонятельный центр который отвечает за нюх практически не развит у курицы кроме того плохо развиты вкусовые рецепторы и я читала такую информацию вот что проводили такие опыты с курами когда им включали звуки ну которые издают их сородичи да вот и ну как бы в разных ситуациях и смотрели как будут куры реагировать и все куры допустим вели себя примерно одинаково то есть они издавали определенные звуки и на звуки опасности они реагировали одинаково соответственно вот у них это вот система общения звуками и развита очень хорошо также я уже сама рассказывала как я этим летом вернее не этим летом а летом 22 года стала свидетельницей когда на загон где у меня сидят куры сделал атаку то там орел да называются эти птицы которые парят и как петух своим громким каким-то таким сигналом крикнул им до курам и они все дружно упали на пол найти вот как так интересно смотреть как дикие птицы вот рябчики падают замирают так вот и домашние куры тоже так делают поэтому можно сказать что вот система общения в курином стаде развита достаточно хорошо вот и из органов чувств чувств кур наиболее хорошо развиты слух и зрение зрение у кур цветное конечно она у них не такое как у человека но немножко спектр сдвинутый но кроме того куры видят инфракрасный свет вот из всех цветов куры лучше всего отличают оранжевый желто ну как бы желто-оранжевый и желто-красный просто красные они видят хуже и просто желтые они видят хуже менее ярко куры видят синий фиолетовый голубой цвета молодую яркую зелень очень хорошо различают молодые куры и цыплята а вот значит взрослые куры ну тоже ее видят но немножко как бы не так но с наступлением сумерек куры видят очень плохо в темноте есть даже данные что в темноте куры практически не видят вот но однако у кур хорошо развита память и есть такие данные что вот находясь в абсолютной темноте но зная где у курицы находится в курятнике поилка курица спокойно в темноте ее найдет ну и попьет то есть вот хорошо очень развита у кур память про слух из всех домашних птиц считается что у кур самый хороший слух вот чувство вкуса у кур развита намного слабее чем слух и зрение однако курица может отличить соленая кислая горькая сладкая и в основном у кур играет роли вот курица отдает предпочтение сладкому однако при выборе корма пусть все-таки играет менее важную роль чем зрение и осязание ну то есть чувство осязание это чувство как бы внешнего восприятия мира вот поэтому все-таки когда даешь курам еду нужно понимать что куры вкусом руководствуются в последнюю очередь вот также нюх или обоняние у кур развит очень слабо есть вообще мнение что практически ну не развит хотя ведутся до сих пор споры на эту тему я читала но вот есть есть такие мнения что у кур вообще вот эти обонятельные структуры не развиты и в качестве примера приводится учеными то что куры могут пить навозную жижу до спокойно вот ну хотя как бы тоже под вопросом я вот думаю что нам может быть это навозная жижа их как раз по запаху приятно там же наверно какие-то ферменты содержатся активные может быть это как раз и необходимо организму курицы поэтому однозначно на теме нюха сказать дуры куры в этом вопросе или нет считаю что нельзя сказать потому что ну еще это точно со стопроцентной вероятностью не доказано но вот если ссылаются только настроение коры головного мозга да то обонятельные центры развиты не очень но возможно возможно есть другие центры которые мы еще не изучили которые отвечают за запахи за восприятие запахов у кур кроме того построение такой системы сложной иерархии курином стадии а свидетельствует о достаточно сложных вот этих вот процессах взаимоотношений до кур кроме того курица курицы обладают индивидуальностью то есть каждая курица знает как говорится вот в моменте вывода своих всех цыплят до единого и также каждый цыпленок если он потерялся вон они мои цыплятки он обязательно в курятники найдет свою мать как мы понимаем что запах здесь уже не играет роли видимо на основе осязания и на основе каких-то звуковых сигналов которые мы поняли уже что у кур эта система развита очень хорошо также каждые куры имеют каждая курица имеет свою репутацию в стадии особенно это касается петухов если петух достаточно слабый до плюс он неважно относится курам то у такого петуха будет низкий рейтинг так скажем среди кур да ну и ни одна курица с ним спариваться а просто не согласится еще я заметила что есть петухи такие вот у меня в прошлом летом было достаточно много петухов и в том числе они переходили уже в стадию полового созревания и как бы им уже хочется топтать кур а кур это понимают что он молодой и как бы сильно с ним не общается так что делали мои петухи они значит брали какую-то там я не знаю палочку в клюв или там камешек подбрасывали она падала он начинал клёцать как будто он что-то нашел звал кур куры к нему бежали и одну из более молодых кур петух начинал быстренько топтать пока основной петух не видел то есть вот это вот что можно сказать разум или вот как вот вопросик да то есть это интересно было мне наблюдать ну и теперь хотелось бы привет передать моим доброжелательным хейтерам которые оставили кучу кучу всяких разных комментариев на тему сиди дурак я сам открою в общем ну в чем значит суть да что курица сама знает что ей есть и главное что она знает сколько ей есть ну мне когда я вот это вот читаю мне становится ну как бы по-хорошему просто смешно противники дозирования корма куром говорят что курица а сама знает и регулирует себя сколько ей нужно съесть и больше чем нужно куриному организму она не съест ну тогда хочется спросить скажите а для чего тогда у нас эти вот институты до аграрные всякие зоотехники всякие лаборатории всякие центры разрабатывают нормирование по форму разве только с целью экономии если бы было такое знаете прямая зависимость что чем больше курица ест тем она лучше несется ну никто наверно тогда не стал даже экономить ну как бы зачем ведь это себе вредить но они потому ли они разрабатывают что кур все-таки нужно ограничивать в их желании покушать ведь насколько я знаю любой живой организм до любое животное включая человека когда еды вдоволь он будет всегда наедаться и переедать у себя вы же люди вы себя тоже представьте когда вы на новый год готовите на празднике вы что не объедаетесь вас еды приготовлена куча а почему вы считаете что животные в этом плане дураки они тоже любят покушать и куры в том числе поэтому ну да возможно вот сразу вы ей дали много еды возможно она сразу много не съест но она точно съест больше чем ей положено и с каждым днем она будет съедать больше от предыдущего дня потом больше от предыдущего дня и так далее ну и в итоге к чему вы придете вот недавно на дзене тоже читала такую статью и даже комментарий под ней сделала что ой с этими курами одна проблема решили от них избавиться а то толку нет они у нас не несутся и люди спрашивают комментариях как вы их кормите ну как мы их кормим в волю и почти все комментарии на одну и ту же тему что курам корм нужно дозировать ну кто утверждает обратное или просто лениться это делать ну или просто у людей нету у людей нету как бы еще понимание в голове на эту тему ну и теперь еще что касается комментариев на тему что куры сами знают что им можно есть а что им нельзя и вредную еду для себя они просто не будут есть там или вредную траву в свете выше мною сказанного да насчет строения органов чувств значит у кур и головного мозга мне хотелось бы спросить у таких людей а каким образом курица находящаяся в ограниченном пространстве знает может понять что ей можно есть а что и нельзя вот каким образом она что по запаху это определяет по вкусу она это определяет каким образом как она откуда она знает она не гуляет у нее нет такого опыта гулять соответственно органы осязания у нее в этом плане не как бы работают так как они должны работать при том что курица бы гуляла на вольном выгуле и так как мы знаем что вкус у курицы да органы орган вкуса развит не очень хорошо нюх практически тоже как она может понять а зрение она различает вот вы ей кинули траву ту же ботву от помидор как вы считаете она почему не должна ее попробовать каким образом она должна понять что это ей нельзя кроме того даже на вольном выгуле нередки случаи когда курицы вовсю едят куриную слепоту и как бы получают отравление ну как бы вы об этом разве не знаете ну вот я вам говорю еще мне один такой комментарий женщина написала ой ну вы такую ерунду пишите а нельзя ягоды да и курицу никогда не будет ягоды из компота есть но я такой женщине посоветовала проверить дать курицы ягоды из компота и посмотреть как они не будут их есть поэтому а также ой колбасу и копчености что вы такое говорите ну то и говорите потому что в куку там на содержится очень много веществ которые курица не понимает но на это съесть но вообще я понимаю что такие комментарии мне пишут люди как раз которые вот этим всем кормят то есть мое высказывание четко попала в цель потому что ну я не знаю мне кажется адекватно если рассудить да а еще если ты знаешь строение до пищеварения курицы устройство ее так сказать головного мозга что она видит что она не видит что она понимает что она не понимает и будет достаточно для того чтобы рассудить но если вы хотите я я высказываю только свое мнение если вы хотите вы можете давать своим курам все что угодно и утверждать что они не дуры я тоже не утверждаю что куры дуры каких-то вопросах они умнее нас с вами но в каких-то вопросах они зависят от нас с вами и мы должны понимать что курица будет есть то что вы дадите вредно это или полезно если вы считаете что когда курица ест винный виноград постоянно и у нее от этого здоровый организм ну это ваше мнение ради бога кормите кур винным виноградом потом можете проверить что у нее случилось поджелудочной железой потому что куры это зерноядерные зерноядные птицы они приспособлены есть зерно они не приспособлены есть какую-то другую пищу пищеварение у них устроено под зерно поэтому кто кормит кур с таким учетом у тех все нормально и даже гуляя на вольном выгуле как я уже сказала куры нередко съедают того чего им вредно и по сути нельзя только потом человек этого же не видит что она съела просто потом гадает что с курицей заболела на что-то подцепила какую-то заразу а возможно она просто что-то не то съела и у бабушки у моей в деревне также куры бегали бегали и иногда умирали и муж мой рассказывал что у них было тоже самое потому что курица ты за каждой курицей не уследишь когда она бегает на воле и что нас кушает ты тоже не уследишь вот такой был мой ролик сегодняшний на тему куры дуры кому понравилось и было полезно ставьте мне лайк подписывайтесь на меня но сегодня сегодня у меня все спасибо всем за внимание всем всего хорошего здоровья и счастья праздничного настроения всем пока пока а а Ааааааааа